Привет, с вами Эйла, мы продолжаем искать сокровища, у нас есть карта сокровищ, нам сейчас нужно будет спуститься вниз, там у нас две или три ящейки, они настолько чуткие, ой, кровавые гонщие, они быстрые, чуткие и нападают сразу по несколько штук, поэтому с ними нужно аккуратней. У нас тут две небольшие пещеры, вот впереди поменьше, а сзади нас побольше, сейчас мы вначале всех ящейк убьем, чтобы они нам не шали, в этой части они называются кровавые гонщие, вот смотрите, еще не появился, ой-ой-ой, еще не появился, как сказать, там, в обзоре, в обзоре, а на нас уже напали. Если бы не селедка, нас бы уже съели давным-давно, особенно двое, они же на нас двое напали сразу. Несколько серий я записываю в один день, поэтому у меня еще голос не прошел. Еще у меня вот здесь вот стол, он не грязный, а то он обсосанный. Короче, кошка, которая поменьше, она представляет, что эта добыча нападает на стул, и у меня он полностью, как будто его проела плешь, все в дырках, вот, все в дырках. Мне кажется, если я потяну, я все сломаю, вот, поэтому надеюсь, купить новый стул как-нибудь. А нам надо сохраниться. Тут у нас небольшой зелица, зелья маны сейчас нам очень важны. Ага, надеюсь, больше не будет этих гончих вонючих. Я их привыкла гончими называть, понятно то, что они... Ой, ищейки, ищейки. Понятно, они здесь гончие, но... Может, просто перевод такой еще. А тут у нас что такое? Слушайте, давайте опять селедочки выпьем. Блин, у нас одна селедка осталась. Но тут что-то страшное. И почему-то нет никого. Ой, 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 ой. Ой, попал. Ой-ой-ой, ничего не видно. А все отсвечивает, кольцевая лампа отсвечивает. Тут краулеры у нас. Тут у нас краулеры. Свет есть? Включить кто-нибудь? Вот все время ругаюсь на свет. Самая бесполезная, типа. Самая бесполезная! Какая магия. А когда она реально нужна? Ее нет. Ну что вы такое-то? Ну... Ох, все. Все? У вас двое всего было краулеров воинов, и все? Шкура варга. Тут кто-то был, получается. Тут какие-то охотники были. Шкура мракориса, рог мракориса. Эта штука. Кто-то клад закопал. Кто-то. Кожный кошелек, каменная табличка и смола. Зачем нам смола? Вопрос, конечно, интересный. Что мы имеем здесь? Здесь у нас руна, свиток и шпага. 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 Ну ладно. Два джина. Странно то, что он подсвечивается. Вроде бы ничего особенного здесь нет. Ну ладно. Там ничего нет. Исследуем пещеру дальше. Там, я видела, у нас еще что-то лежало. А это что? Это ничего. Это у нас завал. Тут рапира, колечко, зелица и сундучок. Интересно. Право-лево-лево-лево, право-лево, право-лево, право-лево-лево, право-лево. Ага. Амулет огня незачем нам. Болты. Надо их продать. А стрелы... Стрелы мы сохраним. Смотрите, смотрите. Мы сейчас подобрали рапиру. Это очень круто. Рапирой мы будем пользоваться. Потому что в рапире нужна ловкость. Нам не хватает всего 9 ловкостей. Мы ее прокачаем. Потому что урон... Урон от нашего посоха 55, а от рапиры 100. Это для нас сейчас самый охренительный вариант, который есть. Я еще раз посмотрю, какие у нас ловкость манна. Ловкость манна. Манна. Сила. Оружие. Сила. Пока ничего менять не будем. Сохранимся и пойдем в следующую пещеру. У нас немножко уже здесь все подъедено. Сейчас будем уже пить вино. Нам надо сохранять, конечно, нашу манну. У нас снэпер есть. Снэпер. Трава снэпера. Она, конечно, очень медленная. Но быстрая. Я имею в виду секундное дело. Господи. А, вот она. 15 секунд. Но хотя бы что-то можно сделать и бежать. Ничего тут нет. Угу. У нас там еще должна быть одна ищейка, поэтому мы должны быть на готове уже. В синей бузине, кстати, тоже можно манну брать. Но там манна вообще ни о чем. Но просто как на черный день. Когда уж совсем все плохо станет. Сейчас мы пока будем прокачивать ловкость и лук. Потому что на третий уровень... Да что ты застрял? На третий уровень магии мы не сможем сейчас перенестись, выучиться. Потому что это будет в третьей главе. А нам как-то прокачиваться надо, развиваться надо. Поэтому вот. Силу я не развиваю. Потому что у нас только... Ну, я дальнобойным оружием только пользуюсь сейчас. Боевой маг, так скажем. Леголаз. С магией, блин. Надеюсь, нас ищейка не почует отсюда. Она вот как раз у входа там стоит. Ага, кажется, я кое-что нашел. Свитки и руда. Руда. Зачем руда? Кстати, холлс очень хорошо помогает. Чтобы не так сипло было. Потому что у меня горло капец. Так. Давайте пока винишко попьем. Допьем. Капец, тут большие какие. Тут литров пять, наверное. Ну, три. Пьет он нормально. И нормально себя чувствует. Посмотрите, его не колышет. Не колбасит. Убили здесь магов. Застрелили. И стрел. Со свитками. Троих. Главное, скелеты, но с кровью. Все как мы любим. Тут уже должно быть не так жестко. Нам нужно пройти эту локацию, так скажем. Мы потом выйдем. Кажется, я кое-что нашел. И там будет очень-очень-очень сильный враг. Я не смогу его пока победить. Мы просто пройдем мимо. Пустынные крыски. Нас встречают. Одна сразу ее ест. Вторую. Командная работа. Сохранимся. Да что-то не попало. Ага. И дальше уже краулеры начинаются. Дальше уже опасненько. Все будем сейчас смотреть, потому что здесь очень много разного интересного. Сундучки всякие. И краулеры. Хорошо горят. Мне нравится. Так. Так. Первый сундучок у нас. И везде свитки. Лево, право, право, лево, право. Ага. Денег. Нормально. Тут у нас пустынная крыска. Одна что ли? Попало. Две. Колечко. Что за кольцо? У нас голем даже есть. Давайте силу. Здоровью. Угу. Про вот эти таблички и про яблоки с грибами. Это я все знаю. То, что их нужно беречь. Нужна их в самую последнюю очередь. Ну, я играю для души. И ничего не случится, если мы съедим, например, сейчас, а не потом. Ну да, больше опыта придется там отдавать. Да что ты? Святая вода? Сейчас все отмычки оставлю. О, открыла. Методом тыка. Ой, а это что, у меня руна исцеления, что ли, там такая? Да, лечение средних ранений. Ничего себе. Краулер. Надо кого-нибудь одного выбрать. Потому что они нападают сразу все вместе. Ага, вот он один. Краулер воин. Краулер. Съедим что-нибудь. Пища рудокопа. Кого первого будем? Их трое здесь. Слушайте. Слушайте. Давайте подманим. Как-нибудь. Ага. Вот как я хотела. Видите. Видите. Ага. Другие на меня не сагрились. Давайте тогда стрелим в воина. Ага. Фиг там. Да что ты. Вы что какие-то не агрессивные. Опа. Ага. Это воин был, да? Если это воин, то все, нам уже ничего не страшно. Я переживала за воина. Ах. Да, да. Теперь можно все собрать. Манну бережем. Здесь у нас ничего нету. Один краулер вижу. Манну бережу. Бежит. Выпьем. Ага. Да что ты. А он нас не пробивает что ли? А мы его пробиваем. Ха-ха. Как будто половником задевает. Такой вот звук приятненький. И из этого не выйдет ничего хорошего. Супчик. А что, мы здесь почти всех очистили? Вот. Один еще. И опять в ночь. И опять мы в ночь. Еще вон там. Краулер воин, конечно же. Берем упор на него. Съедим что-нибудь, пока нас не спалили. Сундучок вижу. Краулер воин. Ага. Фаербол. А тебя, значит, можно уже лоуком стрелять. Ну все, надеюсь, больше никого нет. И из этого не выйдет ничего хорошего. Слышу бугомолов. Горний хрусталь. Вот. Жалко здесь нельзя. Ух ты. Тут кто-то захоронен. Какой-то маг, что ли? Не написано. Над гроби не написано, кто там. Эх. Лево, право, лево. Лево, право, право, лево. Право. Это что такое? Сила руны? Но не ко мне. Сколько там силы нужно? Огромное количество. Сохранимся. Кровушка еще. Так, мы оттуда пришли. Но здесь грибы не собрали. Но здесь мы все собрали. Но здесь мы все собрали. Акул. И в одном из акул. В одной из акулы. В болотный. Это необычная акула, кто не знает. Там будет ключ. И вот она как раз вот здесь где-то плавает. И чтобы нам просто лишний раз не ходить сюда. И не прочищать дорогу. Потому что у нас уже будут порталы. Зачем нам туда-сюда ходить, да? Из этого не выйдет ничего хорошего. Один, что ли? Прекрасно. Там ничего нет. Туда не ходить. Болотные дроны. Они что, не спят? К ним лучше не подходить близко. Болотная крыса. Ну что, кто-то здесь есть? Кто-то есть здесь. Из мохнатых. Походу не всех выгнала. Еще мышь проснулась одна. Давайте с факелом обойдем. Просто все, ничего не видно. Вот это звук акулы как раз был. Лечебная травка. Да, и как раз ночь. Я думаю, там все, что я не успела или не посмотрела, не досмотрела. Посмотрим, когда с другой стороны обойдем. Как раз этих акул будем убивать. А вот, что я хотела взять. Аж стихами. Я сейчас тогда немножко вырежу или увеличу скорость, чтобы нам быстрее добежать обратно до пиратов. Вот такие мы с вами молодцы. Сейчас поспим, а на утро пойдем к Грегу сдавать квест. Потом получим бандитов. Доспехи бандитов. И пойдем к бандитам. Понятия не имею. Скажи. Насчет каньона. Да? Что там? Я уничтожил всех бритвозубов. Хорошо. Похоже, от тебя есть польза. Конечно. Мне нужны бандитские доспехи. А ты молодец. Следить за бандитами должен был бонус. Для него и предназначались эти доспехи. Но, быть может, для этой работы больше подойдет твоя кандидатура. Конечно. Возможно, у тебя даже получится выбраться оттуда живым. Поговори с бонусом, чтобы он дал тебе броню. Потом надевай ее и отправляйся в лагерь бандитов. Я хочу узнать, почему эти ублюдки приперлись в нашу долину. Будет сделано, капитан. Я знаю, где он. Где твой корабль? Мы уже спрашивали, как ты сюда попал. Ну, давайте еще спросим. Я хочу. А, нет. Ну, тогда пофигу. Я думала, что она убирается. Выбрасывай, блин. Что мы имеем? Мы сейчас с вами обучимся ловкости и оденем вот эту красивую сабельку. Штук десять возьмем. У него ничего и нету. Даже двенадцать взяли. Но ничего. Я га... Чем выше... Сколько нам еще надо-то? Четыре ловкости всего! А, а композитный лук? Четырнадцать. Ты действительно веришь в это? Этого я тебе сказать не могу. Я, конечно, могу одеть кольцо ловкости, но, блин, ладно, плюс десять как бы. Лучше не говори, не надо. И... Здоровья двадцать. Я бы сделал по-другому. А, сейчас подойдем к... Возьмем доспехи. Я бы сделал по-другому. Ты должен отдать мне доспехи бандитов. Приказ Грега. Приказ Грега? Да. Хо-хо, а я-то думал, мне действительно придется идти на это задание. Разведка в лагере бандитов. Это просто самоубийство. Пусть уж лучше Грег взвалит на меня какую-нибудь скучную работу. Доспехи. Да, конечно, вот они. Будь осторожнее. Спасибо. С этими бандитами шутки плохи. Есть такое. Что мы имеем? Пошли к магам воды. Пошли к магам воды. Надо не забыть взять еще один камешек. Я активировал еще один телепортационный камень. Дай мне следующий фокусирующий камень. Конечно, пожалуйста. Это было сложно. Как посмотреть? Я могу... Да, он всегда это спрашивает. Сохранимся. Поговорим со всеми еще. Может быть, что они нам скажут новое? Вроде бы ничего. Ну, хотя бы, может, купить что-то можно? Ну? Ледяное копье. Продадим ему все, что у нас есть. Так много зубов у нас. Самородки мы можем потом продать в шахте. Сейчас, главное, нужно не продать. Случайно. Пойдемте изведать болото. Вначале поговорим еще там с некоторыми. Хорошо, что ты пришел. Он нас ждал. Мы хотим поделиться с тобой новыми открытиями. Рассказывай. Затонувший город когда-то назывался Яркендар. Его народом совместно управляли пять властителей. У каждого из этих властителей был дворец. У своих дворец. В котором властитель жил и держал свое имущество. Поэтому в поисках остатков древней культуры тебе важнее всего исследовать эти дворцы. Там столько этих каменных стражей. Где мне искать дворцы? Реордиан изучил устройство зданий в Яркендаре. Он скажет, где тебе искать эти дворцы. А что, если от них ничего не осталось? Если ты не найдешь их, то скорее всего они утонули вместе с городом. Однако если они существуют, то их важность для наших исследований невозможно переоценить. Нащу. Да посмуха. Угу. Мы пока ничего не можем сказать. Круглую магия у нас не может обучить. Подойти надо к Реордиану или Мендариону. Реандариону. Реордиан. Реорди... Блин. Все. Меня послал Сатурас. И я должен исследовать пять дворцов Яркендара. На то, чтобы найти сведения об их местонахождении, в записи от зодчих мне понадобилось приличное количество времени. Но зато теперь я могу дать тебе точную информацию. Где находятся пять дворцов? Дворец ученых. Это огромная библиотека. Она находится далеко на севере. Дворец воинов расположен на востоке. Он представляет из себя крепость. Он живет отдельной жизнью. Он дышит. Он дышит. Дворцы жрецов и стражей мертвых расположены недалеко друг от друга. Ты найдешь их на юго-западе. А дворец Госпиталь Целителей должен быть где-то на юго-востоке. Если эти дворцы еще сохранились, ты узнаешь их по особой манере постройки. Все дворцы строились на возвышениях. К украшенному колоннами входу в каждой из них вела крутая лестница. А что ты нам ничего не дал? Ты что нам не дал? Карту? Я думала ты дашь. Ну ладно. Пьем. Идем. Там у нас еще бедолага должен лежать. Ну ладно. где-то там рядом да он должен быть ой дрона слышу нечего взять там ничего взять нечего взять манна наша любименькая близко только не подходим там уже бандиты вот ланс лежит про которого говорили маги воды но мы здесь походим пока очистим все и потом уже пойдем к магам обратно вот болотные крысы они сильные чуть поесть завис ты что завис на этой ноте у меня зависла игра и мне пришлось переигрывать немножко благо я сохраняюсь часто и урон не такой большой оказался так здесь у нас болотные крыски они у нас такие сильненькие это их три там они за друг другом не едят сколько болотных крыс как их много там двое крыс осталось прострелим нормально дрон летает заметил нас ящерки там еще что ты там выбросил что выбросил что выбросил стрелку конечно а как без этого у него всего две да болотную траву пока собираем потому что ее можно будет продать крыса крот один ты здесь а он еще ну блин вот семья красоту крота крысы это просто игра не там ничего не я очень люблю животных если бы все было хорошо со здоровьем я так бы и не ел мясо я же вегетарианкой было два два с половиной года где-то из мяса только рыбка кажется я кое-что нашел но соевое мясо это говнище кто бы что не говорил что типа надо просто бы добавлять больше специй надо больше как-то это солить перчить это такая гадость редкостная не сравнимая с обычным с обычным мясом ай блин ранил все таки вообще не попадает ну да естественно естественно зачем мы стреляем издалека конечно для чего чтобы нам яд распылил а как по-другому то а логика ухты эликсир жизни здоровье плюс двадцать кайф тут у нас два ящера согрелись сразу двое нужно будет еще ловкость обучиться нечего взять ну это наверное мы уже сделаем у бандитов у пиратов пока нечего делать мы там уже все с вами сделали здесь просто пока прочищу все что есть и приступим вот там только каменный голем стоит ой не каменный а как его там господи болотный болотный голем фиг его убьешь чем пока его не будем трогать но рядом соберем все таки чтобы лишний раз потом не заморачиваться да вот он стоит их даже два здесь офигеть грибочки надо собирать для манны ой фу прям как комар над ухом ну вот как еще дрончик летает как все вот 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 А тут у нас что-то такое было. Привал. Тут еще недалеко должна быть лестница стоять. Там у нас тоже интересного полно-полно. Но почему-то нигде нельзя поспать. Ага, кажется, я кое-что нашел. Это бесит. Амулетик. Что за амулетик? Что за табличка? Нам пока недоступен этот язык. Амулет? Жрецов. Здоровья, маны. Нет, у нас все равно покруче амулет. У нас сейчас все равно круче. Ранил все-таки. Грибочек. Слышу болотных крыс. Вон уже и лестницу вижу. Ой, пап. Как-то так получилось. Странно. Кто у нас здесь? Пойдемте вначале наверх. Типа все элепортационные камни еще я вижу. Поставим. Кто-то строил эту лестницу зачем-то. Строил укрытие. Хотя мог использовать руины, по сути. Построить там укрытие, дверь или еще что-то такое. Построил вот такой вот... Как ее там называют? Ну, дорожку. А домик себе не построил хотя бы, блин, шалаш какой-нибудь. Нафига? Ты, блин, дождь пойдет. Ты где будешь спать? Забор построил. Кто здесь у нас летает? Здесь никого нет. Свиток. Нежить. Сырая сталь. Пулава с шипами. Лечебная трава. Кажется, я кое-что нашел. Право-право-лево. Поправо-право-право-лево. Ну, хоть стрел есть. У нас стрел завались. 200 штук. И болтов дофига, которые я не использую. Главное, костер есть, но мы не можем его развести. Там вроде бы ничего нет. Бочки есть. Ты как бочки сюда приволок? У меня вопрос. Почему ты здесь ничего не построил? Доспехи пирата, кстати, годные, я вам скажу. Как бы они не выглядели, хотя они выглядят более-менее достойно. По навыкам доспехи пирата 55 от оружия и от стрел. Мантия магов огня поменьше. Но здесь защита от огня и защита от магии. Сейчас мы ни с кем таким не сражаемся. Магом. Вот. Доспехи бандит вообще хрень полная. Ну так чисто, чтобы пройти туда. Показать себя. Пока не будем активировать портал. Я вижу там что-то это. Все по мере будем делать, чтобы нам не запутаться. Еще кто-то бежит. Вижу кровавую муху. Спят что ли все опять? Из этого не выйдет ничего хорошего. Там ничего нет. Слышу. Да, они спали все. Еще здесь. Там развалины. Там уже бандиты. Поэтому лучше пока туда не заходить. Потому что если ты зайдешь в пиратских доспехах туда, ты живым оттуда не выйдешь. Пока мы опыт набираем. Потому что в лагере бандитов можно там прокачаться, кстати. Ой. Болотных акул еще поубивать. Болотных акул еще поубивать. Черный гоблин. Так, еще кто-то должен быть. Черный гоблин. Муха кровавая, заметила. Ой, смотрите, как там много мух разных. Жужжат и жужжат. А там, наверное, гоблин воин должен быть. Скотина. Нет, тоже черный. Тоже черный. Дубинка бури. Я помню, что это. Дубинка бури. Урон 115. Необходимая сила 115. Владение двуручным оружием. Ухудшение на 10. Цена 1150. Тупо поугарать. Там ничего нет. Там ничего нет. Там ничего нет. Кошелечки. Тут можно легко обогатиться в Йоркендаре-то. Прокачаться, обогатиться и потом пойти в долину рудников. От долины рудников я хочу прям всех уничтожить, именно орков. Потому что не все, ну не каждый, короче, просто очищает от всех орков. Они просто проходят по сюжету и все. А я люблю, чтобы все было зачищено. Поэтому там огненным дождем будем всех спаливать. Это я люблю. Не, ну а че, да? Опа. А мы че? А-а-а. Поняла, как мы пошли. Поняла. Блин, тут двое, двое. Прогну? Ну так. Ну и он меня не особо-то пробивает. Как легко можно убить манны и как тяжело добивать стрелами. Сколько стрел тратится при этом. Мушки. Еще мушка там. Дрон болотный. Ну так, по мелочи. Блин. Дрон сейчас нападет. А он на него не смотрит, не агрится, месья. Как вот так жить? Скажите, а? И опять темнеет. Ну сейчас, короче, будет темнеть, если сильно. Пойдем переночуем к магам. И потом вернемся. О чем? Блин, почему ты целишься именно тогда, когда он уже подобрался? Я не понимаю. Мы же прокачиваем ловкость. Ты должен быть ловким. Ну понятно, устал. Тебе нужно поспать. Я вот думаю, там храм рядом. Может нам сразу туда сходить? Или сходить, когда уже мы будем у бандитов? Нам все равно нужно прийти туда. Потому что там таблички будут какие-то. Ой. Еще свитки. Прекрасно, прекрасно. Тут столько магов, оказывается, перед Оглой. Ой. А, так мы уже рядом с храмом. Там просто столько этих стражек каменных. Да хрена. А с другой стороны, зачем нам по сто раз возвращаться, да? Можно сразу их всех убить. И не париться. И все. Так, если что, есть куда бежать. Надо сохраниться. Итак, вот у нас сейчас будет первый дворец наш. Как нам говорил наш друг. Мак воды. Потратьте мы, конечно, здесь всю манну. Радует, что у бандитов есть манна. Нечего взять. Поэтому после дворца мы пойдем к бандитам. Ну, переночуем мы, наверное, у магов воды. Потому что нам нужно открыть телепорт. Плюс 500 опыта, конечно. Они так сливаются с травой. Вроде не побежал. Да, реально, очень сильно сливаются с травой. И незаметно даже. У нас сейчас ранит сильно. Если. Я черными грибами опять покрою. Чтобы нам мана была. Там ничего нет. Закопанный клад рядом. Я слышала, что вот этих каменных стражей можно убить каким-то молотом. Ничего-то я не помню про него, где его искать. Понятно, что он где-то здесь, в Ярике, находится. Попробуем-ка мы Галема вызвать. О, бачки. Ой, а я не... Ну, вот так вот тут точно идти придешь. Ну да, но все равно он еще стрелы, да? Так что пускай. Попробуем. Ага, ну сейчас на него сагрится. Ага, конечно, да. Сто пятьсот раз. Он что, сломался? Он упал и рассыпался? Иди сюда. Галем, ну что ты такой-то? Ну, спасибо за помощь. Из этого не выйдет ничего хорошего. Ой, ехей, ехей. Ну, нам стрел не жалко. У нас мало... О, у нас много их. Ману нам жальче. Что, можно взять с него? Из этого не выйдет ничего хорошего. Понятно. Сохранимся. Так, тут еще с часовой. Там ничего нет. Тоже ничего нет. И еще впереди у нас каменный часовой. И еще один. Сколько вас там? Бежишь? Бежит. Бежит. Кого-то из них должен быть то ли ключ, то ли чё. Наверное, у которого кто-то вот как раз в середине был. Да, ключ каменного стража от сундука. А у нас там еще один какой-то стоит. Жалко стрел. Бьют они больно. А... Ой! А эти чё? А эти ничего. А эти ничего. Муторно, да. Печенок убиваешь. Из этого не выйдет ничего хорошего. Что-то по-быстрому было. Вот эти нас вроде не трогают. Мы их тоже пока не будем трогать. Да и вообще не будем их трогать. Черный жемчуг. Господи. Почему нельзя сделать глушак на эти драндулетки? Почему ночью надо ездить, блин? Я считаю, для них для всех нужно сдавать на права. Как бы это ни звучало стрёмно, жёстко, но они порой такие тупые все. Я уже вожу почти... Нет, 9 лет я вожу, да, получается. Да, 9 лет вожу. И именно беспрерывно. То есть я сдалась первого раза, и на третий день, или на четвертый... Ну, короче, за неделю у меня уже купили первую машину. Она, конечно, была подержанная, стрёмная. И изломалась очень часто. Но факт. А как ещё привыкать к ней нужно было, это вообще... К бандитам мы пойдём уже в следующий раз. А с вами была Эйла. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, ставьте лайки. Я вас люблю. Увидимся. Пишите комментарии... Субтитры добавил DimaTorzok